На игру «Ключевая ставка» от Банка России ребята из Академии ФСИН пришли уже с формированной командой. Все студенты экономического факультета уже успели поучаствовать в бухгалтерской игре и игре по избирательному праву. Теперь предстоит одно из сложнейших состязаний. Я думаю, что будет очень высокая конкуренция. Все будут достаточно хорошо себя проявлять в этой игре. Надеюсь, что мы победим. А ребятам предстояло проявить свои интеллектуальные способности. На время игры они заменили банковских служащих. Соревновались пять команд. Каждая представитель своего вуза. РГУ, РГАТУ, РГРТУ, ФСИН и Политех. И каждый отвечает за свое направление, которое они и будут анализировать. Главный вопрос, на который нужно найти ответ, связан с ключевой ставкой. Повышать ее или понижать. Пять направлений – это промышленность, сельское хозяйство, денежно-кредитные условия, спрос и внешнекредитные условия. Во время игры каждая команда получит факторы и информацию по своей специализации. И на основе этой информации они будут сначала выбирать факторы, которые могут повлиять на принятие решений по ключевой ставке. Например, с точки зрения спроса. Это может быть рост спроса со стороны населения, снижение спроса со стороны населения. Но не все так просто. На каждом листе по три показателя. Вот только один из них вообще никак не влияет на ключевую ставку. Это вводная, чтобы запутать участников. Что относится к денежно-кредитным условиям? Все мы ходим в банки, все мы кладем денежки на депозиты, получаем кредиты в банке. И от того, какая ставка по депозитам, по кредитам, ключевая ставка влияет на стоимость как заемных, так и привлеченных средств. От того, как изменится ключевая ставка, мы будем либо повышать депозитные ставки и кредитные ставки, либо же их снижать. То есть она напрямую зависит от размера ключевой ставки Банка России. Каждая команда по своему направлению принимает решение поднимать или опускать ключевую ставку. Но такое решение единолично не принимается. Организуется видеоконференц-связь, где команды делятся факторами, влияющими на направление каждой команды. И все принимают итоговое решение понижать или поднимать ключевую ставку. Факторы, кстати, не берутся из головы. Это реальные условия, которые использовал Банк России в прошлые годы. А это еще один интересный вопрос. Как сильно мнение ребят будет отличаться от решения, которое в свое время принял Банк России по ключевой ставке? Итоговое решение понижать оказалось правильным. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания. Город.